В Краснознамённом зале Московского Дома ветеранов войн и вооружённых сил прошёл галоконцерт 6-го международного фестиваля патриотической песни и музыкального произведения детского и молодёжного творчества «Молодые таланты Отечества». Перед гостями выступали известные российские артисты и лауреаты конкурса. Подробнее расскажут мои коллеги. В этом году фестиваль посвящён 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра Великого. Именно Пётр I сделал ту страну, которая стала империей, которая стала великой страной. Он создал флот, он создал армию, он держал огромное количество побед. И самое главное, он растил молодые таланты, которых мы сегодня с вами тоже будем честны. Вот эти голоса – это просто находка нашей России. И самое главное, мы должны дать возможность нашим молодым людям проявить свои таланты. Конкурсантов оценивали по трём возрастным группам в двух номинациях – сольное пение и музыкальный ансамбль. В фестивале приняли участие юные таланты из регионов России и ближнего зарубежья. Но в силу последних событий многие конкурсанты не смогли приехать на галоконцерт. Ведутся вот эти фестивали онлайн. Мы тоже здесь провели онлайн. Только некоторые номеры из других стран, которые… Сейчас уже, видите, самолёты не летают. Международный уровень упал. Таланты у нас – лох. Только дайте фестивали. Только дайте спокойный мир. Тогда всё будет в порядке. Члены жюри ставили оценку за выразительность и технику исполнения, артистичность, сценический костюм и репертуар, который должен соответствовать возрасту исполнителя. Народная артистка России Надежда Крыгина, участников фестиваля «Молодые таланты Отечества», судила впервые. Очень хороший уровень конкурса, очень хорошие дети. Россия вся пивучая, Россия поёт все. И слава богу, что никогда не прекращается. Я думаю, когда закончится песня, и когда человек не будет петь, наверное, всё остановится в мире. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Но во время гала-концерта перед выходом на сцену волновался, как в первый раз. Когда услышал свою фамилию в числе лауреатов престижного музыкального фестиваля, поверил не сразу. Я не могу даже эти эмоции описать. Я счастлив, я таким счастливым давно очень не был. Патриотизм для меня – это в первую очередь память о всех наших предках, память о наших героях. Нужно чтить традиции предков и всегда помнить, за что они воевали и для кого они это делали. Среди зрителей много знакомых лиц. Популярные артисты, государственные и общественные деятели, космонавты, руководитель аппарата Клуба героев Москвы и Московской области, контр-адмирал Илья Козлов убеждён, что подобные фестивали нужны. Такие мероприятия, тем более детские, как патриотические песни, которые воодушевляют, во-первых, на знание истории, во-вторых, воодушевляют на свершение даже с таких детских лет подвигов. Даже спеть патриотическую песню – это уже подвиг для того, чтобы в дальнейшем воплотить, может быть, даже в себе лучшие чувства, которые ты воспевал в этой песне. Для участия в фестивале поступило более 1300 заявок. В финал вышли 80. Победители и лауреатов ждут выступления на лучших концертных площадках Москвы и Подмосковья.